Бонжура туз! Привет всем! С вами канал Tandem Frank Russe и наши прогулки по Нормандии. Сегодня мы прогуливаемся в порт Кеневиль. Мы уже видели пляж Кеневиль, мы уже видели основную часть деревни Кеневиль и сегодня я вам покажу порт Кеневиль. Он очень такой приятный, милый, стоит несколько обособленно. Это вот окраины Кеневиля. И вот мы входим в порт. Вот сейчас хорошо видно море ушло, река с шумом выбегает, вот в ту сторону бежит в море. И, конечно, сейчас, если вы замешкались на рыбалке, надо остаться в море. Войти в порт вы уже никак не сможете. Придется ждать. То есть тут не надо иметь трактор, но надо иметь часы. И следить, и следить. Даже если азарт и рыбалка идет хорошо, хотите вовремя вернуться домой к обеду, смотрите на часы. Вот по этим трапам рыбаки спускаются на свои лодки, но в момент, когда море высоко. То есть лодки вровень с трапом. Когда море прибывает, лодочки поднимаются вместе с водой до уровня трапов. И как раз это значит, что можно идти рыбачить. Это значит, что мы не намели уже в полной воде и путь свободен. Конечно, тут тоже бывают наводнения. Не каждый год, но случается, когда море поднимается очень высоко. И тогда домики, которые расположены совсем рядом. Но здесь еще как-то вот стена закрывает, прикрывает его, защищает от воды. А вот домики эти вот заливает до окон. Вот он выход в море. Тут хорошо видно. Два таких столбика означают начало порта Кеневиль. То, что мы видим пустые места, это не значит, что рыбаки в море нет. Многие еще имеют такие небольшие гаражики для своих лодок. И на зиму туда ее ставят. Лодочки зимуют в теплых домах. Так, ну вот теперь. Здесь мы перейти никак не сможем. На нашу сторону, в Кеневиль. Ну никак, тут перехода нет. Надо идти вон аж туда, к мосту. Идем. Вот здесь перед нами спуск на воду. Это лодки, которые были где-то в гаражах. Они вот здесь могут спустить на воду свои лодочки. Точно так же трактором пятись задом. И по реке выходит в море. Сейчас хорошо видно этот дом симпатичный, как замок. Мы его видели с земли, там из деревни. И вот теперь его другая часть. Мы видим хорошо веранду. Очень симпатичный домик. Мы с вами дошли до моста. Здесь река такая бурная. Потому что вон там, видите, шлюзы. В таких вот шлюзах и трубах есть система ниппель. То есть, когда море прибывает, перекрываются автоматически ниппели, дверки, такие шлюзы там, чтобы соленая вода не пошла дальше вот туда, где река, на поля. Плохая история, когда соленая вода разливается в поля. Вот здесь, где я стою сейчас, это земля деревни Летра. До моста вот все, что вот этот порт, вот эта его часть, этот берег левый сейчас от меня, это все деревня Летра. Все, что после, вот он мост такой длинный, видите? Мы сейчас по нему пройдемся. Все, что после него, весь правый вот этот берег, это деревня Кеневиль. Все, пошли на мост. Вот эта часть реки до моста, видите, такая спокойная, до плотины. Вот здесь старину. Женщины полоскали, стирали белье. Здесь же можно было половить рыбку даже. И вот это тоже под крышей. Здесь даже еще более удобно. Это тоже для дам, которые хотят постирать белье. Вот они ставят здесь свои корзины, полоскают, и они закрыты от дождя, по крайней мере. Заглянем подальше, как река, вот она, втекает под мост. Здесь может пройти небольшая лодочка, две створки, вот там вторая. И теперь посмотрим, как она вытекает. Вот другая сторона плотины, другая сторона моста. Тут просто такое бурление, оживление. Река стремится к морю. Теперь нам надо пройти по маленькой дорожке. Вот ее начало, огороженный заборчиком белым. Вот он. Вот на ту сторону Хеннавилля. Вот здесь идет развилка. Дорога уходит в сторону Шербурга, Экиту. И также Монсан-Мишель тоже можно приехать, если поехать по этой дороге. Тут надо идти осторожненько. Везде камни скользкие, мокрые. Посмотрите, какие заросли мюр. Скорее ежевика, да. Иногда встречаются небольшие кустики малины, но чаще ежевика. Тут ее вот полно везде. Она совершенно дикая. И летом, когда мы прогуливаемся, я еще и лакомлюсь по дороге. Нет, ну мы же не собираем, конечно, килограммами. Но так горсточку другую сживать. Вот вы видите двери, которые закрываются, когда идет прилив. И соленая вода не выходит в поля. И потом, когда идет в обратную сторону, бежит вода к морю. Дверцы открываются, и вода спокойно вытекает. Все очень хорошо, мудро придумано. И сейчас мы с вами идем вот по этой дорожке. Здесь уже земля Кеннавиль. В сторону пляжа Кеннавиль. Вот здесь видно, как мелко. Вот отмель, прямо вот камешки все. Вся вода ушла в море. Вот еще раз отсюда. Очень хорошо видно систему. Ниппель, как это работает. Дверки, которые автоматически сами собой закрываются. И открываются. Вторая сторожевая будка. Моста. Тут прям стратегическая дорога, что и говорить. И вот у нас тут пони и козы. Ну деревня чего. Вот сюда мы и возим наш мусор. Не весь. Пищевые отходы забирают грузовички. Мы его видели уже, тот грузовичок с вами. Как они это делают. А здесь разделение идет мусора на пластик, стекло. И потом забирают уже на перерабатывающие заводы. Летом тут вообще очень много людей. Поэтому есть чего перерабатывать. Мусор мы производим регулярно и много. И обратите внимание, вот вроде задворки такие. Мусорное поле. И тем не менее все чистенько. И даже еще цветочки вокруг столба, чтобы это не выглядело совсем уж. Вот клумбы даже около самих мусорных баков. Стараются как-то украсить даже такое поганое местечко, казалось бы. Тут такое бюро для капитанов. Капитанский домик. Тоже все с обязательными какими-то кломбочками, цветниками. Видите, как интересно декорировано. Ну, раз уж капитаны, значит, сети, буи. Растения совершенно не мудрящие такие. Вот все, что растет, вот эти вот деревья, это вообще сорняк. Ну, как-то даже он тут украшает. Надеюсь, наша экскурсия вам понравилась. Увидимся позже. Пока-пока, бенту. Субтитры создавал DimaTorzok